Добрый день, дорогие гости и участники. Узов современных о поведении в Казахстане. Сегодня, в век технологизации и глобализации, степень выживаемости современного человека в тесном мире, взаимодействие людей к относителям разных языков и культур, зависит от преодоления усложнения мира. Сближение, а иногда и слияние границ и культур, предъявляет новые требования к диалогу культур, порождает переход человека от одного типа культуры к другому, диктует необходимость полиязычия. Эта ситуация используется отдельным индивидом или некой социальной общностью людей нескольких языков или для взаимодействия с другими людьми. Используемый для общения язык выбирается в соответствии с конкретной ситуацией общения. Лингвистический и энциклопедический словарь трактует мультилингвизм как употребление нескольких языков в пределах определенной социальной общности, употребление индивидуумом нескольких языков, каждый из которых выбирается в соответствии с несколькими языками, или в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией, в соответствии с резолюцией 12-й Генеральной Ассамблеи ООН под полиязычием понимается использование по меньшей мере трех языков, а именно родного языка, регионального, национального языка и международного языка для образования. Таким образом, под полиязычием сегодня понимается не только способность говорить на нескольких языках, это еще и особый открытый диалоговый тип мышления, который впитывает в себя культурные ценности нескольких цивилизаций. Полиязычия присущи всем регионам мира по разной форме и в разных отношениях. Современный Казахстан – это унитарный политический по созданию состава государства. Согласно социалистическим научным исследованиям и данным переписи, этнологический портрет Казахстана создается 126 языками с преобладанием двух больших групп – чуркской и славянской. Внимание лидера нации к этой составляющей государственной политики очевидно и заслуживает самого пристального изучения и анализа, поскольку именно в нашей республике реализуется уникальный проект, инициированный главой государства «Три единства языков». Казахстан должен восприниматься во всем мире как высокообразованная страна, неоднократно подчеркивал президент, население которой используется тремя языками. Это казахстанский язык, казахстанский язык, государственный язык и родной. Русский язык как язык межнационального общения и английский язык как язык успешной интеграции в глобальную экономику. Улжас Умарович Сулейменов всегда держал руки в поясе. В поясе в своих многочисленных интервью неоднократно затрагивало тему развития полиязычия и поликультурности в современном мире. Так, еще в 2004 году он говорил, в государствах Евразии, еще сохраняющие двуязычие, вызревают повышенные требования 3-4, а русский и русский обязательно. Казахстан в этом отношении остается лидером. Мы расширяем базу казахского, развиваем свой русский, налегаем на английский и другой по интересам. Такова образовательная программа, принятая обществом. Мир сильно меняется. Наши страны все теснее входят в планетарный контекст. И к этому мы должны быть готовы. И сейчас, отвечая на вопросы журналистов о том, как Улжас Умарович относится к политике трехязычия в Казахстане, он говорит, «Всеобщей грамотности мало, чтобы воспрянуть ото сна». Конституционное двуязычие многие воспринимают как угрозу родному наречию, а предложенные правительством трехязычие тем более. Нет, НАТО, как во всех нормальных государствах, одноязычие. Скажите, Швейцария нормальное государство? Три языка. Все государства Европейского Союза осваивают английский, как второй обязательный. В Индии английский признан государственным языком, наряду с хинди, бенгали, тамили и десятками других великих языков. В интервью другой газете он высказался так, «Поддерживаю, если программы трехязычия в Казахстане будут достойно реализоваться, через десяток лет наша молодежь будет владеть казахским, русским, английским языками, и весь мир перед ними будет открыт». Всем спасибо.